Министр образования посольства Индии в России Субрата Даса ценил, в каких условиях находятся его соотечественники. Сейчас в медицинском институте Сургутского госуниверситета учатся 73 человека из государства Южной Азии. В этом образовательном учреждении созданы все условия для того, чтобы выпускники стали хорошими врачами. К примеру, симуляционно-тренинговый центр позволяет на тренажерах практиковать все навыки, которые необходимы врачам разных направлений. Здесь каждое помещение оснащено как больницы. Есть кабинет педиатра, терапевта, родзал, операционная, карета скорой помощи. Начиная с первого курса студенты учатся делать уколы, измерять давление, оказывать первую помощь. По своему предназначению наш центр выполняет образовательную деятельность и, как я сказала, является площадкой для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения Югры. Студенты к нам попадают уже буквально с первого курса и в рамках изучения различных дисциплин отрабатывают навыки врачебного мастерства на тренажерах. Юный музыкант из Хантамансийска покорил свет надежды. Воспитанник Центра искусств для одаренных детей «Север» Данил Пескунов вошел в число победителей проекта Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Конкурс появился в прошлом году благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив. Его задача – выявить музыкально одаренных детей от 12 до 16 лет и оказать им поддержку в творческом пути. Всего заявилось 4,5 тысячи участников, в их числе и югорчанин Данил Пескунов. Он 6 лет играет на гобое. Любовь к этому инструменту привил отец, заслуженный деятель культуры Югры Андрей Пескунов. На конкурс Данил представил концертный этюд номер 2 Льва Книпера. После проведения итогов вместе с другими победителями ученик 9 класса колледжа-интерната выступил в зале Российского национального музея музыки в Москве. Мы это произведение, наверное, первый раз сыграли уже год как три назад и довольно часто его играли. Наверное, оно очень понравилось тем, что оно очень виртуозное, очень веселое, прыткое и энергичное. И пусть в каждом уголке мира не сомневаются в силе и мощи российского народа, который всегда доходит до своей цели. Более 15 тысяч зрителей собрал двухчасовой митинг-концерт «Ветераны России верен себе». Акция направлена на поддержку военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Поддержать земляков пришли представители общественных организаций и предприятий района, религиозные лидеры, ветераны военных действий, военно-патриотические клубы, сотрудники силовых структур, добровольцы и ветераны. В рамках концертной программы с вокально-танцевальными номерами выступили кадетские классы, воспитанники школ и учреждений культуры Сургутского района. Я очень благодарен всем участникам сегодняшнего мероприятия. Оно очень верное и важное по своей сути. Важное в первую очередь для тех ребят, кто сейчас на передовой в зоне специальной военной операции. Особенно для тех, кто пошел по собственному желанию добровольцам, понимать, что их выбор правильный, их выбор решения верное. Я только сам в сентябре оттуда вернулся со слова. Ребята все ждут там поддержку. Особенно на переднем крае ощущается вот эта поддержка, когда ребятишки письма присылают нам в гуманитарную помощь, напоминают о доме, и сразу чувствуется поддержка. На мероприятие жители района могли внести по QR-коду благотворительные пожертвования в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы». Митинг проходил в многофункциональном культурно-досуговом центре поселка Барсово и транслировался в социальных сетях на 13 поселений Сургутского района. В прямом эфире ведущие зачитывали теплые комментарии югорчан в поддержку своих земляков. Губернатор Югры открыла спортивный сезон 2023 года в Белоярском районе. Наталья Комарова вручила золотые и серебряные знаки ГТО учащимся. Отмечу, на седьмом всероссийском фестивале ГТО среди школьников Югра заняла первое место. И жители Белоярского района традиционно принимают активное участие во всех окружных мероприятиях. Так, с 2018 по 2021 годы муниципалитет занимал первое место в рейтинге Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. По традиции спортивный сезон начался с состязаний. Матча по мини-футболу в зачет спартакиады трудовых коллективов Белоярского района Первой лиги. Югорчане увлекаются спортом, любят спорт, уважают тех, кто достигает заметных значительных результатов в спорте. И спартакиада трудовых коллективов – это такой очень важный фокус, сегмент для того, чтобы увлечь людей здоровым образом в жизни, всем, чтобы семейное отношение к спорту воспитывалось. И, безусловно, дети настраивались именно на такого рода организацию своей жизни. В Нижневартовском районе произошло лобовое столкновение. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГИБДД. По данным полицейских, 48-летняя женщина за рулем автомобиля Ниссан выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик МАН. Виновница аварии и ее пассажир получили травмы. Всего же в минувшие сутки на дорогах Югры произошло 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Кроме того, полицейские задержали 22 водителя с признаками опьянения. Двое из них сели пьяными за руль не первый раз. За выезд на встречку к ответственности привлекли 97 водителей. Еще 64 пренебрегли правилами перевозки детей. Огонь нам друг или враг? Враг. Почему? Когда как. Как правильно обращаться с огнем и потенциально опасными бытовыми предметами? Что делать, если чайник начал дымить, а родителей дома нет? Об этом школьникам рассказывают с первого класса. Однако теперь уроки безопасности в Мегионе станут еще и практическими. Это стало возможным благодаря Славнефть Мегион Нефтегазу. При финансовой поддержке компании на базе школы имени Григория Норкина создан специальный тренировочный кабинет. Нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье людей. Этого принципа мы придерживаемся не только в производственной деятельности, но и в быту. Риски должны быть минимальны. При этом мы заинтересованы в создании социальных инициатив, помогающих реализовать действительно необходимые обществу проекты. Создание этого учебного класса – одна из таких инициатив. Уютная прихожая, просторная комната и кухня – все как дома, за исключением одного. Помимо удовой техники, эта квартира оборудована светошумовыми датчиками, которые имитируют ЧАЭС. Это позволяет на практике отработать порядок действий в таких ситуациях. И что же необходимо сказать диспетчерам? Что горит, где горит и кто горит? Например, загорелась плита. Надо покинуть помещение и открыть за собой двери. И сообщить МЧС России. Я узнала, что если ты не можешь позвонить пожарным, надо стучать соседям, чтобы они позвонили. Кабинет безопасности создан в рамках сотрудничества Мегион нефтегаза с муниципальными властями. В Мегионе такой класс пока единственный. И заниматься здесь будут не только школьники со всего города, но и воспитанники детских садов. Задачами класса тренажера являются обучение практическим, самостоятельным и правильным решением при возникновении пожара детей. И целью же данного класса тренажера является в эталоне недопущение пожара в квартирах и гибели на них детей. Открытие класса безопасности – это лишь один из проектов, реализованных славнефть Мегион нефтегазом в образовательной сфере. Компания систематически поддерживает учебные заведения, помогает оборудовать современные цифровые классы, развивать интеллектуальный потенциал подрастающего поколения. И, конечно, обеспечивать безопасность учеников и преподавателей. В Югре пройдут соревнования по спортивной аэробике. Чемпионаты первенства стартуют 8 февраля в Сургуте. Там соберутся около 200 спортсменов из Нижневартовска, Югорска, Нефтьюганской, Нягани и Коголыма. Юноши и девушки будут состязаться в таких номинациях, как соло, смешанные пары, трио, группа, гимнастическая платформа и танцевальная гимнастика. Добавлю, что закрытие соревнований и награждения победителей состоятся в спортивной школе Олимпийского резерва Югория имени Арарата Пилаяна. Хантамансийцев приглашают на культурно-просветительское мероприятие «Непобежденный Сталинград». Галерея-мастерская имени Райшева подготовила программу, посвященную Дню воинской славы. Гостей ждет экспозиция от Государственного художественного музея, фотопроект современного петербургского художника Сергея Ларенкова «Связь времен», а также вокальные и инструментальные композиции военных лет от Центра искусств для одаренных детей Севера. Добавлю, что мероприятие начнется 2 февраля в час дня. Вход свободный. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 26 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 69 рублей 59 копеек. Стоимость европейской валюты также выросла в цене на 37 копеек. За один евро сегодня предлагают 75 рублей 78 копеек.